Видео на мобильный телефон снимает одна из участниц ДТП Вероника Швецова. Белая Мазда неудачно перестроилась и задела ее Лексус. Вместо того, чтобы выставлять знак аварийной остановки и звонить в ГИБДД, автоледи нарушитель пошла разбираться. Ударила пострадавшую женщину-водителя, вытащила ее из машины и продолжила избиение. Все это происходило на глазах детей Вероники, пятилетней дочери и трехлетнего сына. Когда драку разняли, нарушительница села за руль и уехала. Пострадавшего увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, с синяками и ушибами лица. В полиции я была, написано заявление, объяснение со стороны моих свидетелей, видео, все материалы у них. Сегодня я пришла в судебную медицинскую экспертизу, данные должны прийти. И, в принципе, буду настаивать на возбуждение уголовного дела. Вероника говорит, испытав дикий страх за маму, дети до сих пор в шоке. Драчливую автолюбительницу зовут Анной. В тот же вечер, когда произошел инцидент, на своей странице ВКонтакте она попросила прощения у всех друзей и своего молодого человека. Она пишет извиняется перед всеми, перед своими друзьями, что опозорила, но... Но не перед вами? Не передо мной. Мало того, в интернете драчуня вступила в полемику с теми, кто осудил ее поступок. Как объяснила сама Анна, на Веронику она не набрасывалась, а только лишь защищалась. Я не была не трезвой, не набрасывалась, а ударила по лицу в ответ. Я не скрывалась, а спустя некоторое время вернулась на место ДТП. Это я была на левой полосе, а девушка направо и задний бампер не задевала, а успела остановиться. Девушку из машины я не вытаскивала, она сама вышла и стала махать руками мне по лицу. Никто меня не оттаскивал. Я остановилась после того, как увидела кровь на ее лице. Впереди, скорее всего, судебное разбирательство. Драчливой автоледи грозит реальный срок. Евгений Гуляев, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Иди от меня!